Не, ну тусовка не плане тусить, именно, ну просто там погулять можно. Я понимаю, да, прогуляться и всё такое. У нас драться уже вовсюду. Шторм, добрых пожаловать. А почему? Слушай, ну это ж, в принципе, сигнаки и атаки. И они такие, идём опять в ол-ин и открываемся со шторма. Ну очень странно, если честно, но, возможно, они гиперуверены в нём, не знаю, не знаю. А, ну так это они такие посмотрели игры «Нигмы». Чё, станы не пикают? Чё, можно и шторма взять? Ага, вот так вот, знаешь, да. А может «Флекс» на 4? Да, кстати, всё может быть. Я надеюсь, нас не слушают сейчас ребята из «Нан Пандас», надеюсь, что всё-таки мид пойдёт. А чё ответить, просто «Скай» типа? «Тренд»? «Скай» неплохо, почему нет? «Earth Spirit» остался ещё. Или может «Паком» каким-то просто ответить, не знаю. «Pang» и «Чеда» не очень хочется брать. «Earth Spirit» тоже крутой. «Earth Spirit» устраивает. А, «Шикероса» можно взять, почему нет. У тебя полно пиков, на самом деле. На «ФП» шторма, я думаю, несложно отвечать, в принципе, в драфте. Ну, видишь, их это поставило немного в ступор. Они просто, может, пытаются что-то подумать, как, типа, они думают, там, «Нан Панды», почему они так сделали. Да не надо думать, просто пикай. Надо, надо, надо по-любому. Просто не надо столько тратить времени на это. «Шекер» и «Ес» — это уже будет и «Флекс», да, и «Неплохие герои в мире». «Пак», ты читаешь умом. Ребят, ну, это пак прикольный, но, то есть, у тебя один только бан. То есть, тебе нужно искать мага забанить, может, какого-то. И Леона, и... Ну, кстати, да. Ну, течиса — ладно. Ну, короче, под «Шторма» любого... То есть, любой «Сайленс» под «Шторма», то есть, пак — это вообще булочка. Так что, я вот и сказал пака, а мне особо и не нравится. Не выглядит ультимативно, плюс, опять же, ну, еще просто четыре пика будет у «Нан Пандас». Как будто бы пак можно не вылезти. Ну, с другой стороны, у «Нан Пандас» тоже «Шторм», который тоже много героев его закрывает. То есть, тут как-то, знаешь, реально два лоидсайдера играет или что. Ну, мы сейчас посмотрим, как дальше будет, конечно. Баня НДСа, вы «Люзионистов» выходим? «Люзионистов» выходим, походу. Ну, ТБ-четверка «Люзионист» же, правильно? «Люзионист». Ну, берем, а там флексим, да, до конца? Да. Замечательно. Ну что, можно против МС еще подбанить с «Брюлика». Мне кажется, прям очевидный сейчас оффлейнер. При том, что «Нигму» могут спокойно его забрать во второй стадии, прям на первый пик. Может какой-то ЛЦ вообще под пака, чтобы у тебя был еще второй герой с дэмэджем с руки там? Мне кажется, что это два героя, ну, они примерно одинаковые, потому что они, да, сетапят. А мне кажется, они наоборот помогают. То есть, ЛЦ прыгает, а пак там задних прыгает, чтобы не засейвили. Ну, можно, можно так. Либо раньше начинает какую-то сумму, или ЛЦ там кого-то дуэлит. Ну, просто слишком рано для ЛЦ. То есть, он может и появится, но в ЛЦ второй факт. Ладно, да. Скорее всего, сейчас можно открыть просто пятерку. Пятерку слышать. И ЛЦ Скай потом, допустим, добрать. Но есть опасения, что сами панды так могут взять. Дабл пик, да? Ну, получается, надо Скай сейчас забирать. Это идеальные герои. Либо банить. Либо банить просто. Банить не очень хочется. Скай прикольный. Только единственное, что под пак они самый крутой. То есть, вдвоем они, да, там нападут, убьют Скай и все. Ну, так, знаешь, не у Вегана. Ну, вот Леона забанили. Скай, да. Ну, забанили одну четверку, забрали другую. Там еще Виллу вот подбанили, GH. Да. Что? Очень нравится пока что. Тарасу... У нас, кстати, Фурион остался. Фурион, да. Который может перебить Скай на линии как раз таки. Осталось 10 секунд. Конечно, ничего Паку особо не делает. Но, опять же, ты берешь Соляру Пайп, и ты Пака особо и не чувствуешь на этом Фурионе. Думаю, про героя Антарасов. Можно в какого-то Рубика потенциально выйти, но что-то Рубик Шторм против Пака. Хватит как бы. Может Шамана выкатить вообще какого-то? Что у нас с Сайленсом еще осталось? Это есть, по-моему. Его даже. Типа Air Spirit остался. Шейкер еще, кстати, не самый... Спирит уже крутой. Я не знаю, Антарасы точно играют на четверке. Не, они играют. Я смотрю, не играют на земель, вообще ни одного Паба не было. Не помню, просто даже в пабликах. Ну, так что, мы же понимаем, что Антарас всегда был Скай, Течис и НЧ. Стриг героя, как бы фавори у него. А, так можешь Котлом просто сыграть под Штормом? А что тогда будем под Станом делать? И Лехе надо брать что-то будет на Стан. Бэйна просто. Ого. Чего себе. Бэйну очень нравится, кстати. Он и может как раз таки против Скай работать. И против Пака хорош. Против Пака хорош. То, что инфибал кидается. У Пака там арба летит на четыре стороны. Подожди, подожди. Там уже не так же вроде работает. Так работает. Там же дэмэдж и... Да. Дэмэдж и дальность. Не, дэмэдж и дэмэдж получает. Пьюр дэмэдж он получает. Пьюр дэмэдж получает. И дэмэдж унижает. Это снижает дэмэдж. Но он не снижает каст. Раньше. Пусть у нас чат, конечно... Пусть чат подскажет, кого там... Тогда у тебя спелл бы, который просто все делает. Ну, типа, как так вообще. Там точно 20% к снижению... Ну, то есть там талант есть на десятом. А, ну... И мне кажется, поэтому... Ну, ладно, короче. Посмотрим. Не суть это. Вот, вообще... Нет, там талант на снижение дэмэджа. Да, да, да. А не дальность. Вот, смотрите, у нас появляется пока что ремастер, да, и пугна вообще прилетает. Да, под шторма окей. Интересно, конечно. Ну, и в ская, в принципе, неплохо. Да и в пак хорошо. Не, нравится. Пугна – это окей. Главное, с брюшкой что делать, потому что у Мейера вчера не получилось вроде на бремастере поиграть, если не ошибаюсь. Да, да брюшка МБА патча, мне кажется, вообще. То есть такой самый тир-один оффлейнер, как по мне. Поэтому, мне кажется, его можно и в первой стадии брать. Вчера же делали так, по-моему, гладиатор или кто-то. И там Айс раздал вообще. Ну, для Айса это, мне кажется, как в домашней тапочке одеться. Так. Лигме надо что-то придумать нам. Ну что, Клок какой-то? Может какую-то Фантомку выйти? Конецально. Фантомка плохо стоит против бремастера. Это надо что-то подзакрыть. Ну и против Шторма всегда не очень приятно. Ну, Свен есть какой-то. Но там Пугна, да? Но Пугну пак может садиться. Свен неплохо в бремастере. Так, Чен здесь вообще открывает. Антимаг. Добро пожаловать! Добро пожаловать! Вот это мне вообще нравится, Каточка уже. Слушай, ну Куроки выкатывается на Чен, получается? То есть, первая стадия у нас Пак Шторм просто. И потом просто Антимага добираем. Чен вообще ЛП смотрится тут. Мне очень нравится. На линии очень круто. И Антимага поможет. Опять же, не особо чувствует Пугну вообще по игре. Самим Фантомку надо сейчас взять, не? Просто. Может, да. Против Скай неплохо стоит, да. Как будто бы надо. Ну и Свен опять же остался. ТБ еще, да? Свен рабочий. Ну, знаешь, под ТБ хочется все-таки героев каких-то получше, чем Пугна не особо ТБ как-то помогает, да? Ремастер тоже такой. Антарас будет там Пугне, значит. Что-то если Лехи добрать, то ТБ почему нет? Просто. А что тут ТБ? Ну, только Скай, по сути, может убить там, да, его? Пак особо ничего не делает, только если суперогромный. Тимаг вообще всегда ничего не делал ТБ. Ты не рассматриваешь вариант, да, что Пугна может в пятерочку пойти? Ну, не рассматриваю. Просто обычным ТБ. Вот. Я просто только опускаю взгляд. Они просто линию усилили, потому что Чен и Тимаг побили бы. Беймастера, наверное, Пугну. Ну, скорее всего, да. Вот с Т-часом. Ну и как-то Антарас, я думаю, он сидит. Дайте мне Т-часа, ребята. Я их на своем герое сейчас развалю. Если так, то неплохо, в принципе. Что у нас, осталось Пандам придумать кора какого-либо? Потому что у них 23-й в ответ на Антимага. Проблема, что на пака вообще ничего нету. Ну, по сути, да. Там, дай бог, только если Т-час подпрыгнет. Просто если игра зайдет в такую стадию, где там Антимаг будет сплитить, пак там, то это плохо будет для Найм Пандаса. Тяжело будет играть эти графты. Я бы Войт и Свен забанил, что они неплохо смотрятся для Найм Пандаса. Вниз? Войт хорошо против Sky может постоять. Теоретически хороши герои ВМ. Вот, я бы точно подванил. Найм С вообще, что это такое? Вообще, Найм С прикольный был бы. Ну, просто на темпе чисто. Просто, опять же, у тебя ночь заканчивается, у тебя пушатся все товара. Тебе некому дефать вообще. Примастер этого ранее дефает. Большой кулдаун. В принципе, если ты линии выигрываешь, то там вообще без разницы, я думаю. Но все равно Антимаг тоже крип. А он БНС, мне кажется, всегда проиграет, раскачиваем. Нам надо просто определиться, хотят ли Найм Пандаса взять для кого-то для подстраховки, да, для лейта. Или же мы все-таки будем делать упор на фастпуш. Я думаю, по-любому нужно какого-то strong carry брать. Угу. ТБ, будет. Ладная, кстати, да, вообще крутая была. Ну, не знаю. Нравильно? Ну, вот Шторм, Темпларк, саппорт Пугна. Мне вообще Темпларк нравился. То есть Сапа ничего не делает, Плак ничего не делает, Антимаг в принципе, ну, такой. Ну, неплохой, неплохой пик. Вопрос просто насколько, ну, неужели вот Вайдав и Свена вообще не боитесь? Так, а что вы думаете по поводу Слардара? Да, для Рамзас на керри. Не, да там Свен 100% будет. В ченах. Реально, Свена не забанили, Свен типа в супер конфетка вниз. Тем более Рамзас на Свене тоже любит покатать. Любит, да, поиграть? Ну, ТБ Свен, вот так я вижу. Это вообще Алхимик, мы забыли. Как же мы забыли про Алхимика, ребят. Как и есть. А Дум есть? Нет, Дума нет. В бане. Ну, против Алхимика Тимбер остался, остался Некр, но там Пугна, да? Не очень хочется в Некре на Пугну. Осталось 10 секунд. Пугну играть. Что еще осталось из троек? Надо на самом деле им что-то еще такое с контролем. Хватит одного пака. Ну да, им не хватит одного пака. Для MC, да. Так может это Некр? Кентавр или Магнус? Это Шейкер, мы про него как раз таки забыли. Шейкер плохой. Шейкер точно плохой. Если это тройка Шейкер, то… Это тройка Шейкер, да. Ты вообще не чувствуешь Алхимика этого Шейкера, тебе сложно стоять под спреем. Соло дает, если что, декрип там, если понадобится. Да-да, вы просто линию запушили, там, запулили, допустим, да и все. Вот возьмите человеческую тройку на Нигме, да, по типу Магнуса, Кентавра. Ну и совсем по-другому будет вообще выглядеть. Драфт. Ну, я притаплюсь на Нинпан тут. Угу. Я как бы и ставил на 2-0. На ком, Рамзес? А, на Алхимике. На Алхимике, ты что? Так-то точно 1-0 на пан. Точно 1-0 на пан, да? Так они только с Алхимиком, у них когда все плохо, они только с Алхимиком побеждают. Получается, они подошли к этой игре, когда у них все плохо, да, уже майнсет, что без этого не может. Мы же обсуждали, что каждый играл супер-важный, они 0-2 проиграли, и тут еще аутсайдер, по-любому надо это. Ставите все-таки All-in на Nine Pan, да, будем смотреть первую карту. Замечательно, а что же думают наши зрители дорогие по поводу этого противостояния. Давайте смотреть. Угу. Это что, похоронили сразу Нигму Галакси? Ай, негодники, ай, негодники. Ну, по крайней мере мы знаем, что если панда не выиграют в этой серии, они получат, по крайней мере, двойное количество крышек для обмена призов. А мы будем передавать слово нашим комментаторам, потому что они уже заждались, там мотор уже ревет, поэтому ловите, ребята, вам слово. Ну что, всем привет, ребят, въезжаем на Бэтбум Дачу, второй игровой день. Максим, поехали. Поехали. Поехали, поехали, заводи, заезжаем в гараж. Все еще свежие, отдохнувшие после веселой бурной ночи. Но при этом двум командам было недовеселье, ибо и команда Нигма, и панды такие, знаешь, неудачники получились. И еще одно поражение для этих команд, это очень похоже на билет, отдых на бассейн, на остальные истории, но уже вне дозы. Да, это, конечно, есть в этом позитивная сторона, но в любом случае, я думаю, команды хотят побеждать. Но в целом, по вчерашнему дню, команда Нигма, если честно, смотрелась, честно сказать, плохо. Возможно, они какие-то там, знаешь, мотивационные речи, там, Куроки им произнес, провели какую-то командную работу. И сегодня это уже будет другая команда, другая игра. Ну, а про Найн Пандас они проиграли, ну, как сказать, фаворитом, наверное, этого турнира, гладиаторы. Вот, что можно сказать про гладиаторов? Кроме дурачё, я вообще никого не видел, чтобы тусовались. Они приехали сюда побеждать, судя по всему. Да, это правда. В отличие от Найн Пандас, ребята тут проводят время, в общем, делают то, что и создал организатор все возможные условия. Ну, да, по-разному команды относятся. И при этом, что Джи-Джи и что Найн Пандас команды долгое время отдыхали. Ну, а вот у Нигма, смотри, после квалификации Бэтбумдача уже три поражения подряд. Две на квалификации, одна вот квалификация к тебе, одна была вчера на Бэтбумдача. Ну, а конкретно, если по игрокам говорить, то мы замечаем, что Майки серьёзно выпадал. Пикали ему постоянно котла, и мы с тобой вот так хайпили. Мы говорили, что вот это вот его суперсигнатурный герой, сейчас он на котле побежит, там начнёт лайны раскачивать. Мы этого не увидели. Возможно, сейчас на паке герой, наверное, один из самых классических персонажей на центр. Ему будет комфортнее. Тем более, что у него хороший матчап. Он стоит против Шторма, то есть сразу же моментально закрыли кей-атаку. Но соперник у него не из простых. Это мы должны прекрасно понимать. Да, Шторм очень хорош. Например, во вчерашней игре Сикрит и Бэтбум ребята отметили, что просто Сумаил не стоит этого героя отдавать, например. И, возможно, только Сумаил может. Майки талантливый игрок, но вот с этим драфтом, не знаю, была его эта мысль или нет, но с этим Keeper of the Light две игры просто провальные. С тобой соглашусь полностью. Намного может лучше этот игрок исполнять. Там того же Пангольера, может вспомнить Инбокера, если он вдруг в пуля появляется. Ну, посмотрим, как будет здесь. Да, я вот вспоминаю, когда Майки только начал появляться в матчмэнкинге. Очень много он играл на Батрайдере. Какой-то там от него появлялся ОД, Инвокер у него был. Но пока что, видимо, играет не на самых комфортных героях. Хотя вот котел, это, наверное, именно его комфорт. Но пока мы не видели хорошего исполнения. Надеюсь, вот сегодня они провели хорошую беседу там вместе командную и увидим, увидим уже Нигму нового поколения. Да, ведь Нигма изменила все, что могла в своем составе. Все, знаешь, я уже не знаю, куда дальше деваться. Если снова провал, ребята представим, вылетают с групповой стадией и проиграют всем вообще в своей группе. Но я не знаю. Если по поводу Сикрит и Пупей, ты понимаешь, что будущее есть, то сколько мы уже от Нигмы ждем результата? Года три? Вот с момента, как ребята были в составе еще Ликвид, произошло создание новой организации, все, результата большие не было. Такого, знаешь, прям чемпионского титула большого турнира. Ну да ладно, поехали смотреть. Нигма против Найн Пандас. Найн Пандас в атаке. Очень крутой вариант тут ФБ совершить за счет там элементарного врыва Течиса. Напомним про крутую акцию от Бэтбум. Делайте ставки в сумме 1000 рублей на турнире Бэтбум Дача. И получите шанс выиграть крутые игровые девайсы PlayStation 5 и забрать кусочек от большого фонда фри-бетов Бэтбум. Там 200 тысяч рублей. Могут сейчас куроки, кстати, увидеть, если чуть поближе к Т1 таверу подойдут. Но не стали Найн Пандас тут наглеть. Делали забег, никого не нашли. Какой-то вишен, наверное, могли расставить. Да, они поставили глубокий варт, около-то два вышки. Так, майки уходят. Мы как-то с тобой по драфтам очень легко прошлись. Объясню, почему. Мы просто половину драфтов не видели, ибо только доезжали до дачи. Максим, что в итоге? Вот этот антимак-черн, он тебя не удивил? Вот эта вот парочка какая-то появляется вместе на второй стадии. Это какая-то заготовка? Или это какой-то эксперимент? Антимак точно хороший герой шторма в пугну. Это вот, бесспорно, он должен их взрывать с мановойда. Почему бы и нет? Но при этом есть алхимик, который должен в игру входить намного, намного быстрее. И неужели РНРС убьют? Еще одна колба. Один удар долетает от Скаймага, и мы увидели Ферстблат. Да, очень долго еще алхимик бегал, потерял время. Отличный начал для команды Нигма. При матчах все, практически все, ставили 2-0. И, Максим, ты тоже в Нигму уже не веришь? Вот глобально мы обсудили, там 2-0. По группе там 3-0, может быть, победа, поражение, поражение, победы. Ну, допустим, вчера, по-моему же, они играли против Бесткост. И вот если бы я поверил в Нигму, то только в том матче. Вот сейчас они играют против Найн Пандас, я считаю, что Найн Пандас как коллектив должны быть точно сильнее. Они прошли без вопросов на Инт по квалификационным очкам. А у команды Нигма по ходу сезона были огромные проблемы. Я не думаю, что у Найн Пандас там произошел какой-то огромный регресс, и они сейчас будут проигрывать Нигме. Я думаю, что это, если честно, вот команды немного разных калибров. Ну, Алхимик тут пытается колбы свое разряжать, не всегда у Рамзеса получается. Но линия-то в целом мощная. Под уровнем 2 увидим, может быть, из Каймакса Шейкер. Как Шейкер будет прокачиваться? Это вообще Фиссура не будет? Или он там на уровне 4 появится? Как сейчас ты Шейкеров видишь в позиции 3? Знаешь, я думаю, что можно взять Фиссур на 4 уровне. Обычно, конечно, хочется, чтобы прям разнести линию и замаксить тотем. Но и Афтершок тоже сойдет для того, чтобы Милишника с линией даже, может быть, выгнать. Поэтому раскачек там, допустим, 1-1-3 может сработать. Да, ну и на центре противостояния Шторма и Пака увидели этого Шторма. Мы увидели мгновенный ответ. Майки должен решать весь раз, так команда поверила в него, забрав этого героя в начале. Шторма не опасно пикать на ФП, да? Мы, в принципе, это все чаще и чаще видим, Максим, как этого Шторма берут, не стесняясь. Я помню, когда еще в первой стадии было 2 пика, Шторма в первой стадии брали из какой-то комбинации. Будь это Пугна, будь это Коттл. Здесь же получилось Пугну добрать. И у нас ФП. Не получилось. Это ФП уже было, да. Тут нейтральный крип добивает. Что-то остается 1-0. Просто элементарное везение. Не так много крипов было в этой точке. Нападение уже снизу, Мьеро. О, нет-нет-нет. Пока слишком рано. Антимаг без ПТ. Не сказать, что он тут какой-то боец, тем более в бремастера. Я скорее поверю, что Найн Пандас на уровень 3-4 готова атаковать того же Чена. Рам за С. Кстати, антимаг не самый плохой герой в бремастера. В бремастер он все-таки хочет спамить тебя вторым сплом. А против антимаг у Тимана особо не будет. Ну, смотри. Все же Кура дотыкивают. Ожидал я этого чуть попозже. Когда будет 3-й и у Течица нападение на топе. Колба взрывается. Алхимик взрывает сам себя. Попадает по Шейкеру. Но все равно был он в стане. И Скаймак работал в этот момент. Минус 2. У команды Найт Пандас. Шейкер становится все опаснее. Мы знаем проблемы на Алхимику. У него нет брони. Шейкер просто будет по КД давать удары. Алхимик. Похоже, линия-то проигрывается. Не знаю. Там на стаках в лесу можно будет камбэкнуть. Нападение на Течиса. Течис уходит в лес. Уже контратака. Антимаг потратил свой прыжок. Стики только 2 заряда. Примастер продолжает бить. Течис. Пару ударов еще сверху. На дате добили антимага. Но вот так вот. Недооценили силу Течиса. Огромное расстояние. Фейрифайр нажимает. Течис. И выживает здесь саппорт Найт Пандас. Классно сработали. Антимаг в таверне. До этого, напомню, убили еще и Чена. Сегодня Соло перед матчем подходил. И говорит, что-то этот брюмастер имба. Пожалуй, вот они. Видимо, уроки сделаны после вчерашней серии Найт Пандас. Найт Пандас теперь пикают брюмастера сами. И мы видим, что даже на линии герои себя очень хорошо показывают. А по игре мы прекрасно понимаем, что он раскроется еще лучше. Да, вот видите, Алхимик немного проседает по фарму. Но на данный момент я не вижу ничего критичного. При условии, что Рамзельс всегда сможет в случае чего уйти в лес. Очень удобно на Алхимике фармить. Спрейтом закинул, два кемпа фармится. Наслаждаешься в остальном шторм на центре. Ты посмотри вообще, что происходит. Почему так все круто и так плохо у Майки. И атака просто в ноль высушила эту линию. Будто это, знаешь, линия Вайпер там какого-то милишника. Классический киатака момент, наверное, можно так сказать. Потому что мы с тобой очень много замечаем, что этот игрок имеет огромный потенциал. Но вот он сейчас показывает, насколько хорошо же он играет как минимум на лайнинге. И ждем от шторма Ганги уже в ближайшее время. С таким ранним шестым он уже вот-вот появится. Можно приходить на топе того же Скаймага, загрызает. Скаймаг также хорош в шторма. На эту сторону пойдет первым. И к Скаймагу не будет поддержки. Это просто крип. Брони нет. ХП не очень много. Так что у шторма здесь возможность много фрагов набирать. Нападение снизу на антимага. Юма еле выпрыгивает. Это после бомбы-липучки. Регена нет. И я не знаю, как тут держаться на этой линии. Придется терпеть. И играть под тавером. И то в любой момент и под тавером может снова вырваться Течис. И с липучкой, и с бластовом. У Кроки, кстати, интересный крип на реген. Просто он забрал крипа-флагоносца, который дает... И вот эту самую регенерацию. Ты не можешь, наверное, взять такого большого сатира, который дает ауру регена. Но вот тут вот тебе есть сатир по скидке. 2.200 у пака, 2.900 у шторма. Брюмастер идет вровень с шейкером. Ну и антимаг логично алхимику проигрывает. По крипам у них там плюс-минус одинаково. Но работает пассивка. Алхимик деньги набирает. Так, что по руне? Сайланс на шторма. Руна оказывается снизу. Это ДД. Урон на штормане. Дримкойл у Майки появился также. Продолжается прессинг. Но арба оставалась. Как-то Майки посчитал, что ее не хватит. Шторм. Погнал дальше. Руна ДД остается для киатаки. Но выживет он или нет? Он не выживает. Все же. Ну просто переоценил себя. Думал, что хватит ресурсов. Не хватило. Очень много урона у Джейча. Проблема в том, что Джейч уже четвертый уровень. Это, наверное, идет со флей на команды Нигма. Они очень хорошо его стоят. И видим уже майн-контрол с тотемом в 3. Ну да, видишь, фиссура-то в итоге не оказалась. Но тотем 3 столько проблем доставляет. Алхимик. Пока нет шестого страдания. Рамзес не может постоянно откидываться колбы. Кулдаун тотема меньше. МСИ. Снова прессинг не ожидал. Он здесь шторман попался совершенно случайно под афтершок киатака. Тем не менее, вортекс. МСИ. Ну еще один тотем. Колба Рамзес докидывает. И для киатаки это должен быть достаточно легкий фраг. МСИ. Один удар. Уже он его не сделает. Но вот он шторм делим. Помогает. И на сайдах это алхимику было нужно. Сейчас бы где-нибудь ресурсы ему найти. Но Пугна пока не может тебе маны залить. Может быть кто-то сделает ТП на топ за рефилитовую банку. Но тут уже на месте Куроки. У него должен быть ночной вижн за счет гарпи и штормодела. Да. И в целом очень сильные крипы для нападения. Рамзес. Молния. Удар. Кровавая граната вроде как еще была. Этого хватает. Рамзес не ожидал такой подставы. Но и ожидает ли антимаг, что его могут сейчас убить. Бластол. Апник КД. Удар. Не успевает уйти антимаг. Так и правда. Зато есть Дримкоил. Брюмастер. С Праймал Сплитом. Мейеро пытается выбежать. Ультимейт даже не вкачивает. Возможно скиллпойнт взял куда-то в другое место. Шторм. Сайленс получил. Последний момент вылетает. На 38 хп. Киатака уходит. Опасно было. Нигма играет в жесткий прессинг. Несмотря на потери антимага. Разоразовым все остальные четыре героя крайне активны. Ну и дота у нас. 10 врагов за 8 минут. Нападение на соло. Ну тут соло стики есть. Но слишком сильный крип у Куру оказался. Это ведь не энчантерс. Это пермоментный крип. Куру с ним может бегать еще очень долго. Киатака на базе. Надо восстанавливаться. И... Ну в стор. Наш партнер. Магазин стильной одежды. Выбирайте что вам нравится у ребят на сайте. Баннер по трансляции. Либо же приходите в магазин в Москве. А промокод Dota2 даст вам скидку в 20%. Я думаю пора Наймпана забывать про то, что есть линия наверху. В этой игре супер сильный Майнконтроль, супер сильный GH. Не стоит к ним приходить. У Шейкера появился еще и Эйхо Слэм. Сейчас он уровень 6. Топ-1 Нетворс. Это очень опасный герой. Наверное самый опасный сейчас на карте. Возможно стоит поиграть вокруг своего Брюмастера. Возможно именно Брюмастер может к этому Шейкеру прийти. Как-то с помощью Праймал Сплита его убить. Но я думаю его стоит просто отпустить. Как-нибудь сосредоточиться на антимаге. Ведь именно этот герой будет пин кондишном для команды Нигма. Но антимаг пока на дне. Очень сильно задавили. Теперь только в лесу. Где-то глубоко под своими Т2. Единственная точка, где антимаг фармит. Но пока ему тяжело это делать. Даже нет первого мяча. Небольшой перевес за команды Нигма. Остается все же Шейкер. Мне кажется МС на Бодбумдаче в очень неплохой форме. Нападение на Алхимика. Но круто. Круто двигается. Может быть Роман излишне фармит неаккуратно. Все же есть Шахта. Не так просто туда забраться. В районе Т2. А вот обычный лес. Не имеет команда Найт Панда с контроля в виде Вижена. Да, этот лес и эта топ-линия теперь под контролем команды Нигма Галакси. Но выходит тут и атака. Ну наконец-то. Еще крипов этих всех забрать. Наконец-то. В том числе и Гарпия. Куру остается с Хендом Гадом. Нажимать его смысла нет. И крипов всех добивают. Это был смоук трех героев. Не знаю. Хотели найти Чена. Конечно Шейкера в идеале. В общем от Шейкера аж дебеды. Такой Шейкер может выйти так же как выходит с позиции мид. Купить Блинк, Аганим, Блинк Дайгер. Ну и дальше там какой-нибудь Сильвер Эдж, например. Да, это может быть очень опасно по урону. Но пока мы видим, что Майнконтрон просто выфармливает Блинк. Не будет у него там никакого первого Аганима. Ждем. Ждем пока появится этот Блинк Дайгер. И это будет наверное его первый выход. На какую-то другую линию. Возможно Шторм Услит приготовится. Именно Акиатака будет самой такой вкусной целью для того, чтобы атаковать на Шейкере. Акиатака такое. Олд билд на Шторме. Быстрый Оркит. Мне нравится в целом. Такой Шторм он буквально через... Три-четыре минуты вступит в игру. Антимаг не будет готов. Саппорты съедаются. В общем Шторм сможет с минимальным минусом. А зачастую в соло делать убийства и на саппортах и на том же паке. То есть все герои страдают. Антимаг купит манту. Ну наверное минут 10-15 возьмем. Вот поменьше. У пака вообще ты не хочешь покупать тебе Юлу или БКБ. Придется. Смоук. Поехали смотреть. Дрим Койл имеется. И Найт Пандус. Но тоже не самая ужасная позиция. Бриммастер расправил сплитом. Я пока не вижу функцию убить его за Дрим Койл Сайланс. Не должно быть такого урона. Хотя вот под Дрим Койл сжечь ману это может произойти. Я очень сомневаюсь, что убьют Бриммастер, у которого почти 2000 хп. У него два брассера, ПТшка. Я думаю, что намного интереснее цель в виде Шторма сейчас под Дрим Койл. Нокио так и не подставляется. И на него не пытаются даже выйти. Вроде бы и был Смок, но я не вижу нападения от Нигмы с центра. Пока что только Скаймак находится под этим Смоком. И вот на центре вроде как Скаймак нашел. Да, Шторма. Но Шторм рискует. Да, покупает оркет. Нападение на Чена. Хендовгат нажимается. Абсолютно бессмысленно. Решил, видимо, пока Куру, что этот Хендовгат больше нигде не потребуется. На центре и так и не получилось напасть. Опасно так нападать по Т1. Мгновенно телепортал уже Бриммастер. И там уже ты нарываешься на контратаку. Бриммастер покупает Мидас. Вполне понятно. Ничего необычного. 12-ая минута. Ни у кого нет перевеса. Для команды, у которой есть Алхимик, это не самая хорошая новость. Все же 5400 Нетворс. Третья позиция. Это плохо для Алхимика. Но оно и понятно, почему так случилось. Интересно, что Мейера не стал покупать перед Весел. Тем более, что он играет против Чена. Его хилов. Возможно, что у Чена там в ближайшее время еще и Мейка появится. Но у нас параллельно нападение на майн-контроле. Или уже правильнее было сказать на Киатаку. Ибо команда подходила. И понял Киатаку, что пора уходить. Был Эхо Слэм. Но вроде как еще Фиссур не было в тот момент. Блинк появляется. Алхимик тем временем закупает Сакрет. Все же Рамзесу нужно пофармить еще хорошие 7-10 минут. Тут Эхо Слэм, Мистик Флеер, Сайленс и Фиссура. Которая вот как раз и появилась. Хороший фраг. Шторм уязвим к таким атакам. Шторм берет атакующий билд. То есть это не Сэнш Кай, это конкретно Оркет. Но вот против таких атак. Пока приема нет. Ждем Форстапы. Форстапы, Глиммер Кейпи. Все это поможет избежать участия от Мистик Флеера и Рэнши Тила. Нападение на Брюмастера. Дрим Койл, Сайленс, МС ворвался. Фиссура. Ну вот так вот, Максим, ты был уверен, что не пробьют, но пробили. Даже без Эхо Слэмов, даже без Мистик Флеера. Просто Тотем, Фиссура и пошло-поехало. Я немножко другое говорил. Я говорил, что не пробьют с помощью пака и Скаймага этого Брюмастера. Но с появлением Шейкера вопросы отпали. И атака тут... Знаешь, такой не самой классической ситуации, где Шторм гоняет Антимага, а не наоборот. Это, похоже, вопрос времени. Мы знаем, Антимаг пока растет, но потом все может измениться. 2.05 на Нигма. 1.75 на Найт Пандос от Бэтбум. На 14-й минуте игры напомним про промокод Дача. Ведите его при регистрации, удвоите свой первый депозит на Бэтбум. Ну вот так вот складывается карта. При матчем коэффициент был очень высокий на Нигма. Если мы говорим про 2-0, там около 8. Но пока Нигма смотрится неплохо. Даже придраться особо не к чему. Но и МС. МС продолжает выделяться. Я хочу на Шейкере увидеть, будет ли там Аганим дальше. Тогда готов команда Нигма прям поверить. Шторм поворачивается. Ага. Ну продают. Здесь есть Сайленс. Баг врывается. Мистик Флеер заходит. Не хватает совсем немного. Дрим Койл установлен. Юма на месте. Прыжок на Шторма. Очень мало маном. Мановой. Это может быть рановато. Юма поспешил, по-моему. Шторм рывается сам на Юму. Ставится мина. Юма ее пытается забрать. Ловит булыжник от Брюмастера. От земляной панды. Таверня. Антимаг. МС пришел. Сделал быстрый фраг. Алхимик. Колба. После булыжника. МС. Успеет не закинуть Рамзеса. Немножко пожатничал. Булыжник от Брюмастера. Вортекс. Склэп МС очень долго живет. Эхослайм 4 секунды не успеет. Представьте, там пару секунд бы еще получил Шейкер. Как можно было бы все круто сделать. Но тем не менее, Мейеро здесь остался. Долгая драка против Бичблайда. Не совсем понятно, кто здесь оказался в плюсе. Но фактор того, что Антимаг погибает. Алхимик и Шторм выживают. Не самая выгодная драка получилась для Энигмы. Даже и по золоту. Суммарно. Ну да, это, наверное, самое важное. Как ты сказал, то, что Антимаг погибает. Теряет время. БФа до сих пор нет. У Алхимика такой. Да, он пришел в этот тимфайт. Но он дальше фармит с Радиком. Он живой. И базовые слоты. Это БКБ. Блинкой, наверное, здесь еще Кераса нужна. Я вот думаю, без Керасы тяжеловато будет Алхимику. Он быстро отклеивается. Ждем появления слотов. Я думаю, что неплохой должен быть потенциал на Рошана. Интересно, что собирает Соло. Будет ли какая-то медалька. Солор Крест. Да, пожалуй, да. Это базовый билд. Ну, то же самое Текис может купить. Но Течис также может еще и какие-то ауры взять. Очередной смок от команды Нигма. Идут они в сторону топа. Или сейчас развернутся в центр. Смогут ли они вообще убить Алхимика под ультой? Глимер Кейп есть. Течис должен успеть повесить и вешать на себя. Алхимик просто бегает вокруг Дрим Койла. Мистик Флеер мимо. Майки сам пытается уйти. Колба, неужели снова Алхимик сам себя обзорвет? Вот Сайл слишком долгий. Но он взрывает. При этом Пака частично зацепил. И это дает возможность делать фраг. Неплохо сыграно. Майки отдает стрик. Очень много зарабатывает команда Нейт Пандас. Около 1000 золота просто за убийство Пака. Хотя Нигма сама была в смоке. Семнадцатая минута появляется Бэтл Фьюри. У Шейкера уже есть половина Аганима. В любом случае Нигма себя должны чувствовать без таймера. Точно. Вот Нейт Пандас находится на таймере. У них Алхимик. У них понятные тайминги. Вот ты говоришь там. Радианский, Раса, БКБ, Плинк. И с появлением этих предметов им нужно идти на Рошана, забирать Аегис и пушить горку. Потому что Антимаг, я думаю, против Шторма, против Алхимика себя может неплохо показать там минуты после 30-й, 40-й. Да, Шторм просто будут твою команду в том числе убивать с этим Монавоидом. Согласен, есть определенный таймер. Может быть там не на 30-й минуте, но может быть там 40-й, 45-й. Уже нужно будет команде Найт Пандас поторопиться. При слове, что они будут вести так уж немного. Киатака с Оркидом. Такой рискованный выбор. Пока смотрим, насколько он будет полезен. Сейчас момент успеха. Можно убивать Пака, можно убивать Антимага. Шейкера можно ловить очень легко. Против Шейкера, который будет с Оганимом Оркид. Это вообще шикарный предмет. Смотрим. Выход вниз. Шейкер может показаться. И это будет шанс. МС фармит лес. И на Варде его не видно. Рисует план выйти в мид. Игроке Найт Пандас. Активирован Смоук. МС. Покажется ли МС? Вот вроде пачка подошла. А с другой стороны ты понимаешь, что Найт Пандас на карте уже нет порядка 40 секунд. Да. И Майн Контрол там совершенно один. Он понимает, что ему можно брать только самый безопасный фарм. Там за Т2 вышкой. Вся его команда на топе ему никто не поможет, кроме, наверное, Чена, который может нажать ульту. Но вряд ли, вряд ли это поможет ему выжить. Если на него нападут все команды и Найт Пандас. Как же не везет Найт Пандас. Всю карту пробегали. Никого не находит ни в центре, ни в лесу. Команды Нигма. Нигма играли в топе. Все, кроме одного Шейкера. Но Найт Пандас не сдаются. Такой выход с большим дилеем. Нигма снова в неплохой позиции. Антарас выходит один. Глимер Кейп. Эншин Силл сразу же. Соло переливает здоровье. Все. Саппорты живут. Шторм рывается. Нападение на Пака. Сайланс. Пак. А чем спасаться? Есть Хэнд оф Гад. И после Оркида Вортекса мы не увидели никакого урона. Шторма никто не успел поддержать. Булыжник. После Праймал Сплита. Но в этом смысла ноль. Нигма молодцы. Смогли переждать эту атаку. И теперь, возможно, будет минутка для команды Нигма. Когда Нигма может атаковать. Нападение на Соло. Сайланс. Залетел в Пака. Успеет ли убить Пака? Мистик Флэйр. Пак прячется. И на контратаке. Хаслоем от МС по двоим. Телепорт от Бримастера. Тут же сбивается Фиссурой. Но вот Нигма поймали момент. Они классно переждали эту атаку. Смогли ни одного героя не потерять. И тут же контратаковали. Красавчики. Да. Очень плохо подставили сейчас Найп Пандас. На Варде просто Солоич почти все хп потратил. Для того, чтобы залить ману Шторму. И Майки нашел этот момент. Воспользовался. Хорошо синициировал. Сразу же после того, как ульта Бримастера закончилась. Найп Пандас уже не готовы драться. Ярошан. Даже так. Ведь у Кура Солар Крест есть. Ярошана можно Шейкером добивать достаточно быстро. Но вот такая команда Нигма. Сейчас, похоже, Найп Пандас потеряет свое небольшое преимущество. Имея Алхимика в руках. И мы понимаем, что Антимаг набирает темпа немного. Из дна выходит в топы. Да, знаешь, у меня не было вообще особо никакой веры в команду Нигма после вчерашних игр. Но, возможно-то, это Бесткост настолько сильны. Может быть, просто на фоне Бесткост Нигма смотрелись не так ярко. Но в этой игре они прям неплохо смотрятся. Еще не вечер. Надо посмотреть эту карту первую. Я думаю, она еще не закончилась, несмотря на ощущение иллюзорное, что Нигму уже перехватили инициативу. Мы до сих пор не видели Алхимика по-настоящему. Рамзеса, он еще в стадии фарма. Хотя вот этот билд, даже не имея Кераса, это уже базовый билд для того, чтобы нажать колбу, ультимейт, ворваться и убить кого-то под БКБ. Все. Ты уже имеешь такие полномочия. Шторм с Оркетом. Тоже не хватало плюс одного героя типа Алхимика, который прыгнет и поддержит тебя своим Оркетом и Вортексом. Киатака в соло все же не убийца, хотя мне казалось обратное. Но и пак цель непростая была, скажем прямо. Ну, очень много именно сейвичек и предметов, и вспылов у команды Нигма. Там и Чен отхилил, и Солдер крест накинул. Может, чеки-то ауры, скрипов на паке лежали. Так-то пак в поле, он точно умрет от шторма один в один, если поймает Оркет. Вот пак уже один не ходит. Не так-то просто поймает. Понимает он прекрасно, что есть Оркет у шторма, и он всегда будет в опасности. К терзателю выходят два героя. Скаймак и Чен. А нет, там Шейкер, прошу прощения. И есть Аганим Шард Смоук от команды Найт Пандас. Ну вот, с другой стороны, игра Ваегис, но тебе не обязательно выходить пак, и ты можешь искать Атимага. И ребята недавно видели, что он играет где-то в районе леса. На нижней линии, активирован скан. Нигма все понимает, что противник так глубоко забрался за Т2 башню. Молодцы. Прочитали этот момент, и Нигма снова по макро переигрывает своего оппонента. Как-то вообще не получаются выходы у Найт Пандаса. Они уже очень давно пытаются с появлением Морчатого Шторма выходить, и выходить снова нажимать Несмаки. И пока что ноль успеха. И одного выхода не было, в котором бы они не потратили время, и кого-то убили. Да, все тяжелее и тяжелее становится. И Шейкер с Аганимом, с Блинкдайгером способен в Сол врываться и на Шторма того же выходить. Это двойной тотем, Эхо Слайм Фиссура. Этого может хватать. Нападение на Бримастера. Тут Глиммер Пайп бесполезно. И Найт Пандас телепортируется. Неужели будут драться за эту башню при условии, что есть Айгис до сих пор? Антимаг уже приближается к Манта стайл. Ну вот. Еще чуть-чуть Антимаг будет прыгать в Шторма и выжигать ману. Но очень быстро и мановоидом взрывать. И все это будет происходить и под Шейкером, и под Дримкоилом Паком. Я бы не сказал, что это, наверное, то, что Антимаг хочет увидеть от Манты. Вряд ли он будет там прыгать в Шторма и убивать его. Скорее это просто защита от Сайланса. Того же самого, чтобы он мог спокойно ходить распушивать линии. Ведь кем здесь его еще можно понимать? Только лишь Алхимик с его колбой. Но если ты видишь Алхимика на карте, то, по идее, тебя убивать не должны. Антимаги уже. Две минуты Айгиса. Антимага нападение. Успеет ли его убить? Успевает убить Киотака. Руна волшебства. И он делает это один. Манта, по всей видимости, еще не появилась у Антимага. Киотака. Я удивлен. До этого были с этим проблемы с выходами в Соло Героев. Но с Антимагом все оказалось проще. Важный фраг для команды Найт Пандас. Выигрывается точно время, пока Айгис у противника. Сэншу Шторма. Эзериал у Пака готов. И снизу. Шейкер. Нападение. Шторм. Все еще под волшебством. Оркед дал. Ворт, так сказать, не успел. Блинкаут мгновенной МС на реакции. Это очень хорошо получается сейчас вот в этом отрезке временном на карте у Найт Пандас. Ничего Нигма не делают с Айгисом. Минута остается. Пу-пу-пу. Вот это цифры. 1.42 на Найт Пандас. 2.8 на Нигма. Честно говоря, я думал, что Бутбум коэффициенты будут показывать противоположные командам. Но считают Бутбум, что у Найт Пандас все в целом под контролем. То есть коэффициент даже укрепился. Что ж, будет интересно посмотреть будущие драки, как будет на деле. Алхимикс с Керрасой. Практически нападение на Пака Пак. Айгис есть. Руна ускорения есть. Но выбить Айгис можно. Так, чисто насладиться моментом Hand of God. Что делать еще? Вортекс должен быть в кулдауне. Пак прыгает, дает Сайленс на Шторма, пытается улететь. Вортекс вот-вот откатится. Шторм летит дальше. Сайленс и у нас лаги. Не только у нас. Похоже, да, надо быстренько поставить паузу. Пусть Дота разлагает. По идее, Пак должен выживать здесь. За ним уже никто не побежит. Тем более, что нападение переходит уже в руки Нигмы. Тут Шторм под Сайленсом. Но вряд ли... Хотя Дрим Койл есть. Ну, не знаю. Прюмастер рядом. Не-не-не, это плохая позиция для команды Нигма. Не стоит. Зато Найт Панда срывается. Алхимик, Рамзес, Колба в последний момент. Скаймак в Шадоуму Лете. Ставится Дрим Койл. Шторма, пытается быстро убить Шторма. Ловит Пака. Эзериал и Пака съедают. Больше нет Пака Шейкер. Фиссуру дает. Врыва не будет. Шейкер на тотеме выпрыгивает. Из тимфайта против Бримастера очень тяжело драться. Одна Панда поднимает просто героя в циклон. Антимага в тимфайте вовсе нет. Избивают и Куров. Эхо Слэм. Шторма очень близко. Декрип от Соло. Он спасает Киатаку. Киатаку дергается до конца. Еще один стан. Очень круто сыграли. Декрип. Последний момент. И просто Шторма не убить. Не хватило антимага. У него ТП в КД. Все это время в драке у него было ТП в КД. Представь, если бы прилетел сюда антимаг, Юма бы мог убить двух или трех героев просто благодаря тому, чтобы нажал он мановоид Шторма. Там Шторм был ровно на нуле. И это была бы такая прям ходячая бомба для команды на Инпандес. Да, не ожидал эту драку. Там в целом антимага не было телепорта в принципе. Физически он его курьером довез. И оказалось, что этот телепорт все еще в гулдауне висел. 16-15. Первая крайне удачная драка для команды Найтфандес. Есть манта стайл. Контер спелл. Киатака. Но вообще можно пойти дальше, ибо команда потихонечку подходит. Еще один контер спелл. Что ж ты делать-то будешь? Еще один в ровь от Киатаки. И надо... Уже опасно. ...спокоиться. Маны мало. Под мановоид подставляться не хочется. И Юма улетает. Пока что тут команда. Нужно больше предметов. Нужно много больше предметов на антимаге. Нужно какой-то башер, который он, кстати, собирается покупать. По-моему, там еще и МКБ в Кикбайе. Чтобы пробивать сквозь миссы Алхимика. Скоро появится Рошан. Для минимального таймера там чуть больше минуты. Я думаю, что это будет следующий какой-то тимфайт. И об джеке, вокруг которого будут играть команды. Да, и Найтфандес, но мы должны играть первым номером, конечно. Мы видим сейчас момент настоящей силы Алхимика. Алхимик уже ощутимо разогнался от того же антимага. Перевес в хороший тир-1 слот. Там еще и останется на сдачу куинсэнш купить условный. Нигма. Собрались вместе. Похоже, готовится атака от ребят. Ну, посмотрим, посмотрим. Пинганули на Шторма. Только что его на Варде заметили. На смелости нажать смок и выйти к команде Нигмы не хватает. Вот такой вроде неплохой старт был у Нигмы. Но при этом был Аегис. Казалось, что все так неплохо у них. И буквально один гипфайт вот на центре. И ты смотришь на Нигму, они выглядят немного потерянными. Надо больше МС. В прошлом Драке он как-то так ворвался. В последний момент там скорее фиссура от него. Но не то, что ты ждешь от такого Шейкера. Может быть, МС стоит начинать. И, конечно же, был бы антимаг, Драка была бы другая. Да, не стоит забывать, что там Нигмы не просто Салата дали Драку. Они дрались в формате 4 на 5. Блинк, Аганим и БКБ у Шейкера. Тоже необходимая база для мидгейма. Шейкер может входить теперь в любой тимфайт, вообще ничего не боясь. Да, по идее, нужно как-то зафокусить саппорта в команде Нигма. Нужно убить Пугну в первую очередь, потом убить Текиса. После этого остальных будет убить намного проще. Текиса там должен быть и Гриммер, и Фрост Тав. И Солар Крест у Текиса появился очень поздний, кстати. Что любопытно. Но актуальность он свою сохраняет. Тем не менее, Шторм напал. Дримкоилл под Эзерелом и Монавоидом взрыв. Вот так можно делать. Просто плюс тысяча для команды Нигма с одного прыжка Шторма. И все это перед Рошадом. Через 25 секунд появится Рошан. Это будет Рошан на топе ночной. Как раз в позиции находится Нигма для этого. Вард имеется у Найт Панда. С какое-то время он еще дает необходимую информацию. Скаймак прячется в Шэдоу Мулете. До Шторма 45 секунд. Неужели Найт Пандас рискнут драться без Шторма? Все же это был плеймейкер. Это тот, кто зачастую начинал тимфайт. В любом случае у Кио Атаки есть байбэк. Он может сделать ТП либо на Т2, либо на аутпост около Рошпита. Но пока что Нигма не торопится. Не торопится идти на Рошана. Он уже появился. Куроки должен его зачекать сейчас своими крипочками. Бегут они не на базу, а в сторону Рошпита. Так, ну что антимаг за это время? Только башер вынес, да? МКБ еще прилично до этого предмета. Ух, да, напряженная карта. Ожидаемые для многих 2 по 25 не сбываются. Нигма дают бой. И Нигму уже на Рошане. Шторм появляется. Рошан неплохой для Найт Пандас, как ты сказал. Он за силы тьмы. Можно с байбэков приходить, но нужно поспешить. Пауза. Пауза и время подумать и нам успевает ли. Ну, по-моему, Найт Пандас успевает на данный момент. Если прямо сейчас летят они в сторону этого Рошана. Но если Нигма наваливается все на этого Рошана, ну, они, естественно, не могут себе этого позволить. Они боятся, что там залетит шторм. Хотя, наверное, самая страшная, если залетит Текис. Бластов или Алхимик. С своим массовым станом шторм пока еще безогонимо должен быть. Он не такой опасный. Страшно, страшно бить Рошана, но бьет сейчас Шейкер-Антимаг. Под крипами Чена, под Сулокрестом. Могут успеть, они могут успеть. Просто нужно браться уверенности. Да, и вопрос, хватит ли уверенности Найт Пандас. Как ты сказал, есть герои, которые могут влететь. Шторм так вообще с огромной дистанцией может зайти в этот Рошпит. То есть чисто в теории могут попробовать Панды. Да, интересно. И такая пауза получается важная в рамках нитгейма. Просто если сейчас драку успеет Найт Пандас здесь принять, еще Рошана забрать, игра уже перейдет в понятную фазу для меня попытки закончить от Панд. Примастер все еще остается. Что это вообще за Квикбай Родианс? Когда у тебя Алхимик в игре. Ну да. Да, интересно. Посмотрим. Все же 3600. Все может измениться. Поехали смотреть. Нигма в Рошпите. Не очень быстро. Притык по времени. Команда Найт Пандас пытается поторопиться в сторону Рошпита. Арба проверочная от пака. У Рошана остается 10% хп. Еще немного. Нигма успеет это сделать. Команда Найт Пандас сможет врываться. Фиссура. И Рошан все же пал. Драка при этом, похоже, может произойти. Алхимик. Врыв. Под колбу. Почти максимальную колбу. В ответ. В Алхимика влетела. Алхимика начинает избивать. Врыв параллельно. На Саппортов. Саппортов пытается вырубить Алхимик. Один против всех. Шторм рывается. Потеряли Чена. Хенд оф Гада больше не будет. Шейкер в Блокингбаре. В Тотеме пытается выйти из Тимфайта. Скаймага доедает. Вортекс на Шейкера после БКБ. Антимаг вне Тимфайта с Аэгисом. Пак также уходит. Три в ноль. Панды даже не выкупались. Я очень сильно удивлен тому, что инициация выглядела очень провально. Началась она с того, что Алхимик забросил колбу сам в себя через Антимага. И могли драться. Нигма побоялись. У них же есть Аэгис, есть Сыр. Антимаг тоже мог подставиться. Кого-то побить. Мы не увидели ни станов, ни попыток принять Тимфайт. Просто зашли на Панды и поубивали игроков команды Нигма вообще без какого-либо сопротивления. Неудачно игроки Нигма позиции выбрали. Два саппорта оказались вместе. И три кора в другой стороне. И в итоге там саппортов классно приняли. Через течиса нападение от Пака. Колба снова взрывает Алхимик. И себя, и Пака. Лайфтрейн Пака съедают. Алхимик просто, по-моему, через Радик получил этот фраг. Ну что, Пак в таверне. 60 секунд. Брюмастер все же купил себе Рэдианс. Но Антимаг добил Курьера. И пока Брюмастер без этого Тир-1 предмета остается. Панды в атаке. Плевать вообще на этот Аэгис, пока панды чувствуют силу. Тот самый тайминг. 31-ая минута. Тот момент, когда Алхимик набирает там свои 5-6 слотов. Очень сильно. Он хочет идти вперед. Я думаю, прекрасно понимают эти тайминги на Энд Пандас. И будут играть от них сейчас. Будут пытаться давить дальше. Несмотря на то, что Аэгис врагов на Антимаге, это не должно их останавливать. Ну, Антимаг показал, что они в состоянии Алхимика сейчас перебивать. Там ребята, по-моему, даже вдвоем этого Алхимика после той самой колбы избивали. И как-то слабенько пошла Алхимик Блэкинг Барри с ультимейтом. Был просто неубиваем. По крайней мере, до появления Эбисел Блэйда у того же Антимага. Минус-то два на топе. Двадцатый уровень появляется у Аэма. И снова какой-то гениальный влёт. Но и контрспелл, который Рамзеса тут закрывает его же Колобой. Не отдают Т1. Представляете, Т1 остаётся. Не могут комфортно к тем же Виздом Руном подходить. Только обход выходит чуть правее. И панды сохраняют свою нижнюю линию под полным контролем. Нулифайер у Алхимика. Жёстко. Жёстко. Очень быстро он был куплен после предыдущего слота. Интересно, что это за плейтмейл у Шейкера. Просто казуальный плейтмейл для того, чтобы укрепиться. 1.12 на Найт Пандас. Ровно 6 на Нигму от Бутбум. Похоже, Бутбум всё же были правы. Ожидали они такого перформанса. И даже когда был минимальный перевес стороны Найт Пандас, что с Алхимиком не так хорошо, был коэффициент, ну, примерно такой же. Ну что, Нигма, есть Аегис? Есть ли вообще планы куда-то выходить прямо сейчас? Или просто сидение на базе в ожидании, пока противник сюда дойдёт? А противник-то готов и в Аегис идти. Смотри, как глубоко играет Киатака. Он здесь совершенно один. Но Антимаг... Антимаг с Аегисом. Антимаг с Аегисом. Но можно его попытаться очень быстро выбить. И держать Антимага не с самой удобной позиции. Либо нападение на Шторма. Фиссура попадает в Течиса. Есть Глимеркейп. Может быть, Форстаф им как-то помогут? Декрип. Форстаф. Глимеркейп. Прыжок от Антимага. Дальше. Дримкуэл. Отлично получилось. И два саппорта в Таверне должны быть. Шторм уходит. У Шторма очень мало маны. Антимаг уже прыгнул. И он был с Манавоидом. Алхимик. Рамзес. Один ворвался. Рамзес. Пошел всех убивать. Минус Каймаг. Избивает Антимага. Он с Аегисом. Это бессмысленно. Но пытается. Пытается. До конца. До конца. С Башем и с Эбисом. Юма еле живой. Выходит из тимфайта. Выкупается. Течис. Нулифайр. Колба. БКБ. С нулифайра. Уворачивается. Шейкер. И уходит. Гнаться за ним дальше. Бесполезно. Без шторма с Вортексом. Да там Шейкер еще и с Сыром. По-моему его убить нужно. Дважды. Пол хп ему выбить. Если он конечно будет не. Если он будет встанет. Он этот Сыр естественно не нажмет. Ну и что. Шитамина с ульт Брюмастера. И в принципе ничего особо больше не понравилось. На Шейкер нападение. Шторм один. Сыр. Посмотри где Сыр. Он в рюкзаке. Место Солринга не положил. В МС. Не знаю был ли шанс. Но это уже не важно. В таверне оказывается Шейкер. Но что мы увидели по ходу этого тимфайта. Алхимик реально разрывает антимага и пак всех остальных. То есть Алхимик реально очень силен. Вместе дракой будут 5 на 5. Панды без шансов должны забирать. Немножко не дотерпели. Аегис вот только сейчас он дропается. Но для панд единственная потеря это байбэк течиса. Все. В остальном все в плюсе. Так неужели заход на ХГ планируется? С Алхимиком и вместе со всеми? Праймал сплита правда нет. Но в остальном Шейкер в таверне. Аегис пропал. Алхимик силен. Давайте смотреть. Два Радианса. Бримастер Алхимик. Выходит. Майки в позиции. Прыжок Эзериал. Неважно. Алхимик готов рваться. Рамзес прыжок по Т4. Колба прячется. Скаймаг. Дримкойл поломали. Мистик Флэйр в шторма. Что творят ребята? Очень опасно. Очень опасно играет Найт Пандас. И атака уходит в Блэкинг Барри. Телепорт. Волл Лайтнинг. Прыжок от антимага. Мановойт взрывает пугну. Рамзес пошел наваливать бластов. Прыжок на антимага. Антимаг Глиммеркейпе. Еще несколько ударов Эписл Блейд следом. И добивают же антимага. Ты посмотри какой урон. И как классно распределили контроль. Найт Пандас. Ну и дальше надо выйти из тимфайта. У Алхимика больше нет ульты активной. И кстати я заметил. Нам подсказал обсервер. У Алхимика больше нет радианса. Он разобрал его. Он купил себе нонифайр. Из сака трелика. И видим мы тимплей получается. Даже в сборках. Очень хороший от Найт Пандас. Круто. Круто да. Это реально гениально. Появляется просто бабочка сразу же у Рамзеса. Круто получилось. Все становится понятно. Сложился этот пазл. И радианс остается. Который так нужен в тимфайте. Перевес небольшой. По прежнему. Шесть тысяч золота. Совсем чуть-чуть. И мы видим что не считая Алхимика. Дальше идут все в топе игроки Нигма. Да но при этом не особо отстают. И Шторм Спирит. И Бримастер. От этого топа. Буквально на тысячу золота от Шейкера. Они отстают. Но это неважно. Свой импакт они выдают. И Бримастер. И Шторм. Много делает в этой игре. И атака уж точно. Но все равно игра Максим затягивается. Шейкер пока купил Шиву. Дальше он может купить себе Дейдалос. И врываться на Шторма. Там с тотема выдавать под свои 2000 урона. Брошка у Пака. В общем такая не самая приятная тенденция. Мы скоро можем наблюдать момент. Когда Пак будет убивать соло Шторма. Ну это до момента того, как у Шторма не появится БКБ. Но Паку с другой стороны тоже там можно апнуть 25. Да, Шторма уже с БКБ. А вот у Пака 25 должен приближаться. Вот-вот. Будет интересно. И Панда они продолжают давить. Нападение на антимага. Бластов. Лайфдрейн. Сайленс. Юма. Манту нажал. Выходит из тимфайта. Пуш продолжается. Эхо слэм. Шейкер. Врыв по троим. Фиссура туда же. Пытается быстро закончить пугной. Попадает авторшоком еще по киатаку. Киатаку ловит Сайленс. Дальше погоня от МС. Еще один тотем. Удар. Манавойт. В Блэкинг Бар. Не хватило совсем немного. Вортекс нули файр. Шейкера. Шейкер получает баш. Шторм вылетает из тимфайта. Нажимает телепорт. Киатаке здесь больше нет. Настой с алхимика. Мьеро избивает Шейкера. Очень жирный за счет Шивы. Но в таверне оказывается. По флейнер команды Нигма. Рамзайс почти без маны. Телепорт. Эзериал. Может быть Юма. Нет. Юма никак не может ударить. Эзериал не дает возможности это сделать. Мьеро прячется в лесу. Мидаса 2. Можно скинуть кстати. Нужно скидывать. Нужно срочно его скидывать перед смертью. Не получилось. Не в этот раз. Но вот так. Остались ли казармы? Да. Нигма продолжает обороняться. Вполне неплохо. Честно говоря все это небольшие звоночки. Вот эти заходы. Может показаться что было близко. Да не тут то было. Самое страшное что появляется Рошан. Буквально через 10 секунд. Об этом Нигмы должны знать. Чен может быть стоит отправить крипа туда проверить. Пока в таверне Брюмастер, Текис и Пугна. Они вполне могут успеть забрать очередного Рошана. Да, появляется третий Рошан. Рефрешер, Аегис и Сыр. Снова он за силой тьмы. Небольшое преимущество для панд. При условии что команда Нигма пока не идет в эту сторону. Но с каждой минуты все тяжелее и тяжелее будет. С каждой минуты антимаг уже не будет таким просто крипочком. Это уже полноценный юнит. В этот раз он с БКБ. Может быть он не в состоянии убить быстро алхимика. Но мы видим то что говорили еще во время драфта. Что теперь для шторма антимаг становится проблемой. Однозначно проблемой. И Нигма почему-то очень неторопливо играет. Они бы уже могли прийти в эту зону. Расставить какие-то варды. Чтобы все прекрасно понимать, все видеть. Так интересно. Тут нет ни Бака, нет ни Шейкера. То есть такие ключевые герои. Глимеркейп. В центре ставят. Соло очень быстрый. Выходит из тимфайта. Нигма заигрывается. Еще один прыжок на соло. И снова Глимеркейп. Дали время. Нигма. По сути подарили необходимое окно. Панды живы. И у панд появляются все ультимейты. Прямо сплит, что самое важное. Хекс приближается к Кантарусу. Но к моменту драки на Рошана его еще не будет. Поэтому это не так важно. Большинство драк, которые Нигма выиграли в этой игре, это было на Игорке. Предыдущая драка на Рошане была для них полностью проваленной. Да, они забрали Иггис, но файт принять не смогли. Нигма ждут. Смотрим, будет ли что-то новенькое. Эхослайм в рейв шторма. Быстро убить можно минус шторм. Он закупился в ноль. Он купил Аганим и не дал ни одного ворта, кстати. Пытается убить антимага. Хэнд оф гад, Лайфдрейн. Антимага съедают. Шейкер врывается дальше на пугну. Два удара. Глимеркейп. Эмси все видит. Идет за соло до конца. Добивает и соло. Можно переключаться и на пан. Добивает курьера Эмси. Принимают Чена. Фиссура залетела. Эмси помочь пока что не может. Он наблюдает. Еще один прыжок на Течису. Удар с тотема. Этого мало. Эркомболт от Скаймага. Скаймага закрывает Брюмастер. Брюмастер просто там двух героев закрывает в одной точке. В том числе и Шейкера. Брюмастер складывается. Циклон на Шейкера. Нули Файер, Джейча. Параллельно Антарес. Там попытка убить Пака. Но это просто невозможно. Фиссура от Эмси. Еще один тотем есть. Можно прыгать. Зацепили Антарес. А все же Майки справляется один. Эмси еще один прыжок на тотеме. Рамзес уходит. Майки выпрыгивает с блинкаута. Рамзес телепорт. Нет фиссуры. Нет Рим Койла. Эта безумная драка заканчивается. И у панд очень много проблем. Интересно, что никто Рошана забрать не сможет. У три героя команды Нигма пока антимаг не появится. Они в состоянии это сделать. Также и Нейн Панда стопа боятся прийти. Потому что, похаживая Пак, они не могут драться. Да, нужно что-то с этим Паком делать. Он реально становится большой проблемой. Они не могут его поймать. Он бегает, прыгает по драке. У него постоянно фулл хик по фулл мана. Ресурсы не заканчиваются. Ждем второй раунд. Все ведь началось с момента врыва в Шторма. Который был готов Вортексом сам принимать двух-трех героев. Но вот у Шторма нет. Мгновенного сейва. Хоть с тобой играет Пугна, но там урон был выложен за 1-2 секунды максимум. 3000 перефарм. Антимаг уже второй. Течис, что там по Хексу? Может быть в этот раз у Антараса появятся денежки? Нет, не натикали. Не натикали деньги. Баунтирун было подобрано мало, либо не было подобрано вовсе. И Нигма теперь короли потенциального Рошана. Они играют на своей половине. У них очень много обзора. Шейкер откатился на первой инициации. Тут важно только лишь то, кто ворвется первым. Если первый ворвется в Шторм, какую-то хорошую цель, я думаю, что это будет хорошая драка для Найн Пандас. Так же и Рамзес там может сделать. Но если будет первый прыгать Шейкер... МС ворвался! Эхо-слэм! Тотем в Т-часа. И самый хороший врыв. Хекс в тимфайте появился. МС быстро убить не получается. Мистик Флэйр вырис на Шторма. Снова Шторм в опасности. Добивают Киотаку уже в очередной раз первым. Антимаг выпрыгивает из тимфайта. Рамзес стоит лишь против иллюзий. Куро ловит стан от Бримастера. Фиссура от Шейкера. Попытка убить Пугну. Удар с Тотема больше Пугна нет. Рамзес колбу заварил. Колбу сам себя. Юму выпрыгивает. Рамзес стоит против иллюзий. Драться Антарес в Глимеркейпе. Булыжник на Шейкера. Шейкер выглядит просто как босс настоящий. МС не убит. Слишком много ХП. Бримастер складывается. Драка заканчивается. И снова панды проигрывают игровой момент. Преимущества почти нет. Зато... Ну ладно. Не знаю, что зато. Я хотел сказать, что... Нигма. Они правда играли по своим таймингам. Не получается. Они ждали 40-й минуты и... Антимаг реально вошел в игру. Пак 25-й уровень не дает вообще играть шторму. Никак. То есть сейчас на тебя на штормах ставится Дрим Койл. А если у тебя нет такого-то Ион Диска, ну из этого просто не выйти. Да затянули панды. Мы об этом много говорили с тобой. Вот просто вот шла игра и... Стало понятно, с каждой дракой все тяжелее и тяжелее будет. Теперь я уж не знаю, что придется выдумывать. Эссенция Аганима. Для кого она? Для антимага самого. Антимаг, в общем, уже 5-ти слотовый. Ну, Аегис тоже можно считать за слот полноценный. Я думаю, что к концу этого Аегиса он себе этот слот какой-то прикупит. Тяжело играть становится пандам. Каждую драку в последних моментах инициирует Нигма. И если они инициируют, я, если честно, вообще не вижу пути, как к ним по нам драться. Ну, а вышли на линию. Шейкер, может быть, не такой быстрый хэслэм дал. У нас снова драка распределяется на две части. Брюмастера план Капкан. Мьеро хочет урон найти, ибо он не чувствует Рамзеса, похоже, с его уроном. У нас снова небольшие лаги. Дадим пару минут времени вернуться серверам в порядок. И Киатака за счет вот этих врывов постоянных в него последние две драки практически ничего не делает. Хоть и купил себе Аганим. Так, а как вообще теперь сражаться с этим паком? То есть Штарму реально нужно придумывать путь вообще, как он будет в этой игре возвращаться. Ведь любой дримкоил, любой абсолютно любой дримкоил приведет к его смерти. Урона хватает. Урона нужен, я не знаю, что-то придумать еще. Но ситуация тяжелая, панды в атаке, что меня удивляет. Шейкер купил себе Хекс. Там МС хотел купить себе Аэрофрешер, передумал. Есть очень много контроля на Штарма. Киатака, выходит, Хекс, врывается антимаг, фиссура, мистик флэр, эхо слэм. Киатака выживает, вордкс выдается лишь по иллюзиям. Юма врывается следом за Штармом, у Штарма остается очень мало ресурсов. Манавойт взрывает пугну, принимает Рамзеса. Рамзеса один остался в тимфайте, его выключают. Все, по-моему, панды наигрались в эту доту. Снова происходит самое страшное. Нападает команда Нигмы, еще и находит Штарма. И просто вырубает его. Не убивает, но просто в начале тимфайта его вырубает Мейеро. Мейеро, не факт, что уйдут панды. Остается одна земляная, Мейеро складывается. Погоня за ним. Выжить. Ну, в общем, тут никак. Только Мидас куда-то нужно скинуть. На прощание это лучшее, что может сделать Мейеро. Минус четыре от команды Нигма. Нигма идут, заканчивают. Шторм пролетает, но крипы остаются. Да, очень сомневаюсь, что Мидас может что-нибудь на Бримастере зарешают. В такой ситуации нужно справляться с паком. И непонятно, что вообще с ним делать. А если ты полностью зафокусишь пак, а ты, скорее всего, вокруг него соберешься. Создашь позицию для Шейкера. Трон ворвется, даст Теха Слэм. Перестал я обидеть вообще. Какий-то выход для команды Найн Пандас. Да, и Найн Пандас, я думаю, также понимают, насколько ситуация тяжелая. Эзериал в крипа, чтобы от Глифа он не умер. И Бэкдор Протекшн не включится. Падает центр. Там может быть выход и в трон. Очень много урона уже, да, за счет Шейкера. Для меня пока я MVP, это МС. Несмотря на прыжки пака и так далее, МС эту карту делал. Паку потребовалось очень много времени, чтобы вернуться в эту игру. Поначалу у Майки делал немного. Но вот сейчас, конечно, этот пак раскрылся. Видно его потенциал. В плане того, что его невозможно поймать, пока нет Хиксов. Этот пак себя чувствует полностью свободно. А там еще Шлинкенс Вера, правильно, у пака? То есть даже с Хексом проблема. Хекс уже давно. Хекс еще в драке снизу был. Хекс на Хекс. Пугно выходит. Пока никто не врывается. Антимагжет момента. Алхимик прыжок в спину. Глубоко пытается быстро убить Чена. Чен в таверне. Он без байбека. Неплохое начало для команды Нигма. Юма отступает. Рамзес в Блэкин Барри. Юма еще один прыжок. Рамзес уже не так силен. Может быть, команда Нигма даже четвером рискнет напасть. Прыжок от пака. Колба от Алхимика очередная. Кидать ей некуда. Придется взрывать самого себя. Взрывает Алхимик самого себя. Стоится иллюзия антимага, которая дает очень много информации. Нигма не хотят рисковать. Я думал, что пойдут. Очень много выбили у противника. Алхимик был пустой. Тем более, что у Антимага еще минута Аегиса. Интересно, почему Нигма отказывается драться в меньшинстве. Тем более, что Чен, наверное, на такой стадии игры уже... Ну, далеко не самый важный герой. Да, у него есть полезные функции, но я вполне... Я уверен, что они могли спокойно драться. Она играет надежно. Может быть, просто ощущение у команды Нигмы, что они не станут слабее. То есть они будут с каждой минуты становиться все сильнее. Есть фактор Алхимика, который может покупать Аганимы. Но не могу сказать, что это прям, знаешь, резко баланс сил меняет. Кекс, нападение, быстро, глубоко. Алхимика убили! Рамзеса просто уничтожили. За пару секунд он без выкупа. А как драться-то дальше? Это похоже на конец. Алхимика не будет. Денег у него нет. Он закупился в ноль. Остается байбайк у Течиса. Ребята дерутся уже в районе Фонтана. И сбивает панд. И антимаг и его иллюзии врыв от Штормаки. Экс уже в Шторм Спирит. Антимаг можно продолжить. Врыв с Фиссурой. Оставляют ребята Нигма. Оставляют панд в покое. И просто принимаются за таверы казармы. Ну что ж, Нигма приятно удивляет в этой карте. Продержались. Все время, пока у Нейн Пандас был очень хорошим потенциалом атаке. Не подставлялись. Ну ладно, игра пока еще идет. Да, но минута, минута без Алхимика. Кекс. Шторма. Пытается убить Вортекс по троим. Но поддержки не будет. Алхимик мог очень круто оборваться в такие моменты с колбой. Но его нет. Его нет. И урона также нет. Пак отспамливается. Наконец-то упала вторая линия. Только Трон. Другого варианта нет. Либо уходить. Игра в таком случае продолжится еще какое-то время. Еще есть целых 35 секунд для того, чтобы побить Трон. Почему бы и нет. Побить Т4 тавера. Тем более, что Шторм без маны. Его всегда так можно поймать на Монавойт. Главное здесь не заиграться. Такие моменты. Нигма останутся по Т4. Да можно даже нафидить. Ничего страшного не будет. До минимального спавна Рошана 2,5 минуты. Нет, Нигма очень хотят победить. Лул стрик. Три игры подряд. Нужно это останавливать. Хотя одна карта пока ничего не даст. В лучшем случае это будет ничья, что не так и плохо. Шторм Рефрешер. Это уже вабанк. Может ли это решить? Ну, наверное может. Два Вортекса. В целом, если мы представим идеальный файт от команды Тейн Пандас, где 5 героев Нигмы встают в одну точку, туда стягивает Шторм 2 раз, туда залетает голуба Алхимика. Они, естественно, всех убьют. Но пока что Нигма не допускали таких страшных ошибок. Тем будет интереснее. Реальность камбэка процентов 5 остается. Но для этого нужно поймать Антимага и Пака в один Вортекс. Смоук от команды Нигма. Вижена 0. Заметили только что пугну. Могут резко напасть. Прыжок от МСИ, Хиекс, Фиссура. И дальше Антареса. Да, двух саппортов гонят. Срабатывает АНД. Кворстав выталкивает Соло Шторм. Полетел Вортекс первый. Врыв от Алхимика. Пошел урон в Антимага. Убивает Антимага быстро. Шейкер в таверне. И Пак в таверне все же сработало. Двойной Вортекс. И Алхимик туда же. Ну вот идеальный сценарий, Максим, о котором ты говорил, который не должен был происходить. Он происходит. Три героя в узком проходе. И команда Найт Панда сделает 4 убийства. И возвращается в игру. 15 тысяч золота просто сюда. Да, вот Энигмы, наверное, сядут такие и думают. А похоже, надо было в Т-4 идти пить, когда Алхимика не было. Это еще 30 секунд. Супер с Ивова сыграли. И нужно было играть с Ивова и дальше. Видимо, до следующего Рошана. Подарили момент. Красиво получилось все за комбинетинг у Найт Панды. С молодцы огромные. Да, может быть, Трайтрона. В надежде выбить все байбеки, которые там есть. В целом, когда Алхимик нажмет ультимейт, товара будут падать очень быстро. Ух, ну вот такие ответственные решения. Купить рефреш одного вортекса могло там не хватить. Просто контроли бы ребята вышли. Нажали блэкинг бары бы. И пошли уничтожать. Рамзес забирает Т-3. Выкупается пак. Шейкера не будет 40 секунд. Он как раз без байбека. Антимаг 37 секунд. Байбек есть. Падает одновременно две линии. Панды могут приняться, конечно, и за последний тавер. Нападение от Алхимика на Джейджи. Нули фаер. Вортекс зашел. Минус Скаймак тут же. Скаймак без байбека. Юма мановоид в Алхимика. Урон не хватает. Пытается перебить. Бримастера. Бримастер отступает. Праймон сплита пока нет. Остается Рамзес один. Рамзес здесь остается похожий навсегда. Минус Алхимик. Но это было много байбеков. Три байбека от команды Нигма. Панд это полностью устраивает. На пике было почти 30. Теперь только 4000 золота за команды Нигма остается. Игра продолжается. Нигме нужно вспоминать о таймингах Рошана. Именно с таких вот моментов, с байбеков, обязательно нужно завладеть Оегисом. Мейера забрал казарму. Посмотри, что творит. Он нажал праймон сплит. И без проблем за счет панд разобрался со второй линией. Минус две линии у команды Нигма. По баракам ситуация в нуле. Да. Но вот теперь Максим надо возвращаться к историям, кто сильнее в лейте. Наверное, уже не тот момент. Кто ворвется первым, мы же видим. Тот и победил. Впервые за долгое время Найт Пандас ворвались первыми. Но представь, как трудно ворваться первыми в пакаха в антимага, которые по драке по этой бегают, позицию могут не держать. Спокойно могут находиться друг от друга там в двух мониторах. Смотри, что творит Антарес. 25-й. И сейчас будет Течис наваливать. У него же есть все возможности стоять с огромной дистанции и выдавать безумный урон. Будет интересно. Может быть, это тот Течис, который просто базу сломает? Ну, посмотрим, посмотрим. Конечно, это не тот Течис времен Травомана, но тем не менее. Падает Рошан. Ноль контроля от команды Найт Пандас. Алхимика нет. И еще один Аганим. Приятно. У одной команды есть Алхимик, который Аганим может давать, а у второй есть Рошан. Вот уже и в лейт мы заходим. Может быть, терпят артефакты даже, увидим с тобой. Да, и в такие моменты Мидаса очень круто будут работать. Может быть, уже тот момент, когда стоит Мидаса накапливать и не нажимать их попусту. Я вот про Бримастера, например, говорю, чтобы потом быстро выбить два слота. А у Пака Аганим в итоге оказывается в инвентаре. Шейкер покупает Рефрешер. И команда Найт Пандас, несмотря на все это, в атаке. Хотели одного героя подловить. Скан активирован был. Анигма ловит противника. И по-прежнему играет на своей половине. Чен такой солидный. Ауры работают, большие крипы. Не стоит про это забывать. Что тому Чену вообще по уровню? Может, 25-й тоже относительно скоро появится. Нападение на Киатаку. Это была лишь иллюзия антимага. В любом случае страшно. В очередной раз. Команды Нигма Аегис. Был ли вообще хоть один Рошан взят команды Найт Пандас? Я не помню. По-моему, нет. Всю игру Аегис Упака и Антимага. Очередной смоук. Нигма хотят заканчивать. Хотя в данный момент у Найт Пандас есть небольшое преимущество в виде байбеков. Их много. Хекс на Рамзеса. Нападение Мистик Флэйр. Вортекс от Шторма. Тут же Фиссуру. Поймали Геатаку. Рамзеса можно убить. Эбисал в антимага. Еще один Вортекс залетает. Этого урона не хватит. Антимаг с Аегисом. Антимаг и правда все это время с Аегисом. Выбивается Аегис. Врывается пак. Тримкойл уже был потрачен. А Аегис выбьет. Юма встает и уходит. Чен еле живой. Выживет ли вообще Чен. Горит Чен от Примастера. Примастер там пандами своими работает. Ничем Мейера не рискует. Избивает Искай Мага. Команда Найт Пандас при этом готова атаковать Шторм. Вортекс один точно есть. Можно ворваться. Рядом Течис играет. Течис, который нормально там уже и по крипам работает. Мы видим, как быстро крипы и Чена теряются с этой карты. Не могут в ближайшее время Найт Пандас драться. У них очень простой индикатор. Могут они драться или нет. Если у Алхимика есть БКБ. Он сейчас наносит основной урон. Если он не бьет, они просто не наносят урона. МС пошел один. БКБ нажимает. Эхо Слэм. Врыв на Соло. Лэйписл прямо в полете. Соло в таверне. Он с Байбеком. Может быть по Алхимика ворваться. Алхимик без ультимаида. Алхимик без ультимаида. Без БКБ. Он ничего не сделает. Антимаг один. Мистик Флэйр. Работает Скаймаг. Съедают Алхимика. Он с Байбеком. Буган выкупается. Еще он прыжок от МС. Удар с фиссуры. Эхо Слэм по троим. Шторм в таверне. Антарес уходит. Юма помогает. Юма могут убить. Райет и Джейдж. Он единственный с Байбеком на этой карте у команды Нигма. Нужно Байке срочно скипать пачки. Нельзя, чтобы глиппы дошли до базы. До вашей базы никак. Да, это все понятно. Но тут две катапульты. И Найт Пандас будут их оберегать. Глифа нет у Нигма. Он не может позволить себе за счет того, что он скипает пачки, умереть. Байбекнуться нет. Он съест одну пачку, но две катапульты едут. И с ними уже ничего не поделать. Если одна пачка дойдет, то это уже все. Да, 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 да. Будет очень много времени. То есть даже в случае, если эти крипов прямо сейчас могут Нигмы забрать, Бэкдор не включится. Падают Т4. Нажимается глиф. Пак врывается. Пытается максимум времени выдать. Рамзесу плевает на Дримкоил. Он продолжает простопить. Шторм. Лед на Пака. Пак. Без байбека. Кекс. Мистик Флеер. В ответ Пак пока живет. Форстаф выталкивают. В этот момент падают Т4. Остается голодрон. Трон падает. Найт Пандас возвращается на эту карту. С отставанием в 30 тысяч золота.